Регина Тодоренко. Телеведущая, исполнительница и автор песен, композитор и дизайнер. Наиболее известна как ведущая телепрограммы «Орел и Решка». Именно тогда к ней пришла настоящая слава. Друзья, далее мы расскажем, кто такая Регина Тодоренко, а также как живет Регина и ее муж Влад Топалов в прекрасном особняке. Природа наделила эту девушку многими талантами. Энергичная красавица буквально ворвалась на экраны и быстро завоевала любовь публики, что позднее позволило ей сделать блестящую карьеру. Родина Регины Тодоренко – Украина. Она родилась в Одессе 14 июня в 1990 году. Творческое начало проявилось у Регины еще в детстве. В школьные годы она была самой активной участницей театра «Балаганчик». Ей начали доверять роли главных героинь буквально сразу после дебюта. Несмотря на успех дочери, родители настояли на том, чтобы девушка получилась серьезную профессию, и Регина поступила в Одесский национальный морской университет. Но вскоре поняла, что это совсем не для нее. Бросив учебу, она переехала в Киев поступать на факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств, который окончила в 2013 году, получив диплом магистра театрального искусства. Тодоренко с детских лет мечтала прославиться на сцене. Чтобы мечта исполнилась, она трудилась, не покладая рук. И ее старания были не напрасными. Вскоре Регина стала известна не только на родине, но и вне ее пределов. 2007 год в карьере Тодоренко оказался судьбоносным. Она стала ведущей телеконкурса «Золотая десятка», где ее заметила продюсер Наталья Могилевская и пригласила в украинский проект «Фабрика звезд 2». Тодоренко прошла отборочный тур, который проходил в Киеве, и спустя год уже выступала в составе группы Real O. Она не только исполняла песни сама, но и писала музыкальные композиции для многих звезд шоу-бизнеса, таких как Николай Басков, Ани Лорак и София Ротару. Также молодая артистка пробует свои силы в российском телевидении и шоу-бизнесе. Регина Тодоренко попала на проект «Голос». Ей даже удалось показать хороший результат в слепых прослушиваниях. С Региной стала заниматься сама Полина Гагарина, но дойти до финала ей не удалось. В 2014 году исполнилась мечта девушки, которая грезила о далеких путешествиях и популярности. Тодоренко стала ведущей туристической передачи «Орел и решка. На краю света». А компанию певицы составил Коля Серга. Регина сразу влилась в проект, она достаточно быстро освоилась новой ролью. Программа требовала практически полной самоотдачи, поэтому сольная карьера и написание песен отошло на второй план. За время работы в проекте с Региной случались разные казусы, причем не всегда приятные. Во время работы в Индии ведущая и вся съемочная группа чуть не попали в тюрьму, потому что их приняли за террористов. Оказалось, что в Индии приезжим нельзя ничего снимать, и об этом их группе никто не сказал. Им пришлось уплатить штраф в сумме 300 рупий и объясниться с властями. Потом Регина отправилась вместе с программой «Орел и решка» в кругосветное путешествие, которое длилось 8 месяцев. В конце 2017-го ведущая решила сделать паузу и, покинув проект, уехала в Штаты. Там девушка снова стала студенткой, в этот раз Нью-Йоркской академии кино, где училась на режиссерском факультете. Тодоренко появляется на экранах не только в качестве ведущей, но и как гости разных передач. В том же году она получила приглашение от шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о самых страшных и интересных местах, в которых бывала. А в 2018 году Тодоренко стала ведущей авторской программы «Пятница с Региной». Теперь она встречает гостей, среди которых много известных актеров, блогеров, музыкантов. Продюсером этого проекта тоже является Регина. В конце 2020-го Тодоренко приняла участие в проекте «Ледниковый период». Наставником и партнером Регины стал знаменитый фигурист Роман Костомаров. Она очень активно участвует в различных шоу и развлекательных программах с 2020 по 2021 год. Тодоренко была членом жюри музыкального шоу «Маска», а в конце марта 2021 года на пятнице стартовало новое шоу «ТикТок и Талант», куда пригласили ведущей, конечно же, Регину. Также телеведущая продолжает развивать карьеру блогера в соцсетях. До недавнего времени Регина Тодоренко не афишировала свою личную жизнь. Долгое время она утверждала, что на личную жизнь у нее просто нет времени. В феврале 2016 года СМИ опубликовало фото телеведущей вместе с загадочным незнакомцем. Журналисты опознали мужчину и признали в нем продюсера и шоумена Никиту Трякина. Роман молодых людей длился долгих три года. Окружающие считали, что они идеально подходят друг другу. Оба были целеустремленными и креативными, с отличным чувством юмора. Но, несмотря на все совпадения, семьи из них не получилось. В мае 2018 в СМИ появилась информация, что у Регины новый роман. На этот раз ее избранником стал Влад Топалов, который только недавно получил статус свободного человека после расторжения предыдущего брака. Роман закрутился стремительно, и вскоре поклонники заметили изменения в фигуре телеведущей. Додоренко оказалась беременной. Первое время интересное положение не мешало появляться девушке перед фотокамерами, но уже летом 2018 года свои формы она начала прятать в объемные наряды. Тогда же Влад Топалов сделал Регине предложение. Это случилось во время отдыха на Корсике, и девушка ответила согласием. Свадьбу сыграли в Италии летом 2019 года, после рождения ребенка. На торжество они потратили 7 миллионов рублей, а 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко впервые стала мамой. Мальчик появился в московской клинике, а счастливую новость сообщил поклонникам новоиспеченный папа, муж телеведущей Влад Топалов. Сына назвали Михаилом, но родители предпочитают обращаться к нему по имени Майкл. Прошло немного времени, и Регина решила показать свое семейное гнездышко. Молодая семья живет в просторном особняке, расположенном в одном из поселков премиум-класса в Подмосковье. Дом просто восхитительный. Не раз Регина выставляла фотографии владения в Инстаграм, и по ним можно судить, каких размеров особняк. Просторная гостиная совмещена с обеденной зоной. Изумительно красивый классический стиль в белоснежно-голубой гамме. Интерьер подобрала мама Регины Тодоренко, он получился по-царски роскошным. Стены в молочно-персиковых оттенках, натяжной потолок украсили классической люстрой в золотом каркасе с лампочками в виде свеч. Дополнили оформление строгими молдингами из полиуретана. Пожалуй, главным местом в доме является рояль Влада, он часто дает концерты гостям и устраивает музыкальные вечера близким. Рядом расположена зона отдыха с роскошным диваном и креслами на фигурных ножках, обитыми английской тканью в белой золотой гамме. Каркасы декорированы ажурными позолоченными вставками из массива. Спальня супругов находится на втором этаже дома. Дизайн и интерьер данной комнаты разрабатывали самостоятельно и главный акцент сделали на любимую карту мира Регины. Она даже подсвечивается светодиодами. На полотне Регина и Влад отмечают места, где уже побывали или планируют побывать в будущем. Влад Топалов и Регина Тодоренко – успешные люди. Телеведущая даже попала в список Forbes в 2019. Сегодня молодые родители не только занимаются воспитанием ребенка, но и много работают. У каждого из них есть несколько собственных удачных и перспективных проектов. Поделитесь своим мнением в комментариях, как вы относитесь к творчеству Регины Тодоренко. Нравится ли она вам как телеведущая и певица? Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски о жизни звезд. До скорых встреч!